привет всем бонжуатус помните ли вы мы делали рецепт как-то на нашем канале тандем франко рус кролик в вине и кролик был слишком большим фермерским для двоих это было очень много мы отрезали половинку и мы ее заморозили вот она эта половинка и сегодня на нашей кухне наш шеф алан будет делать кролика в горчичном соусе бонжора туз привет всем bienvenue sur notre chaîne тандем франко-русс и là он va faire un peu de cuisine donc ce soir c'est un lapin la moutarde donc il faut bah voilà la demi-lapin pour deux ça suffit il faut de l'huile d'olive du vin blanc la moutarde c'est point de dijon mais c'est la même de la crème des herbes de provence du sel du poivre une carotte de la i an onion un peu de sucre и c'est tout un peu de beurre voilà и он va commencer déjà пару купили и массы что нам для этого надо он уже показал но я повторю еще раз обратите внимание в французском рецепте очень смешно сахар вот в таком виде вот они так меряют им так удобнее немножко масло белое вино горчичку взяли самую простую перец соль французские травы сметанка масло ну и лаврушка немножко перчика горошком для того чтобы сделать соус наша любимая кастрюля тяжеленная и маленький ковшик для соуса будем что-то жарить на сковородке но первым делом очистим овощи и порежем почти закончена нарезка овощей морковка кружочками меленько чеснок и лук вот такими перышками лучше иметь и шалот но если нет лук шалота красный тоже подойдет у нас такой салатный ялтинский но можно просто красный или в конце концов можно взять обычный репчатый лук но он более острый что ли тут надо что-то помягче на шеф решил использовать два сорта лука красный и обычный репчатый и белый это придаст больше пикантности она не бухуме унион чего лишний жирок лучше снять у нас такой жирненький фермерский кролик вот такой же меню не употребляем вагуры и доме то тут и ты сурвать и лапа надо покрыть всю поверхность кролика не надо жадничать горчички должно быть достаточно много обратите внимание какой интересный способ нанесения горчицы на продукт кисточкой тут они конечно очень изобретательны как бы ручки не запачкать тут у нас где-то примерно 750 миллилитров то есть три четверти литра белого вина ничем не разводим готовим соус на белом вине и помать лай фу мать сифы до лурии и леду пердачу морковку чеснок листья лавровые и два кусочка коричневого сахара и также французские травы в принципе можно обойтись просто тмином если нет французских трав у нас такой очень удачный сбор мы предпочитаем его на сковородку немножко оливкового масла сковородка с маслом нагрелась и мы можем на нее потихоньку выкладывать кролика горчицы вот так замечательный шкварчит на сковородке нужно добиться чтобы цвет был золотистый вот он тут уже почти готов такой есть загорелый бульоном это не назовешь соус который на белом вине но пахнет уже замечательно будет в лапарке декора и говорили how to я теперь на эту же сковородку добавить немножко сливочного маслица и здесь же мы будем обжаривать лук пассеруем лучок на сливочном масле вот лучок уже готов сейчас его тоже будем переселять кролику все лук переселился кролику вместе не скучно и теперь все это дело на небольшой огонь и теперь вот этот винный бульон с морковкой и лаврушкой тоже туда кролик должен быть накрыт полностью закрыт жидкостью добавим немножко соли и перца перец просто черный вот такая красота закрываем все это дело крышкой и тушим сколько час должно тушиться ну и потом мы вернемся посмотрим насколько он уже готов теперь нужно приготовить соус который мы будем класть непосредственно в тарелке перемешаем сметану с горчицей это все та же горчица которую мы использовали для обмазывания кролика очень простая тут не надо каких-то сложных продуктов дорогих вино тоже самое простое дешевое надо попробовать не слишком ли остро и слишком ли много горчицы добавим перчика немного соли на вкус и теперь туда же мелко порубленную петрушку и опять все перемешать позже когда тарелки уже будут на столе надо будет этот соус разогреть чтобы он не охладил основное блюдо чтобы температура была такая же примерно как и кролика тепленький соус навестим кролика по моему он в порядке запах стоит невероятный ждем вот такой красавчик получился кладем тарелки и соус сверху соус тепленький разогретый в микроволновке и его и вот так вот он красивый кролик сейчас будем пробовать употреблять кролика нужно с красным сухим вином у нас сегодня в бажале хорошее вино такое довольно сильное и легкий салатик мы с хлебушком конечно багет куда же без него сверху по французски а ла вутр а бомбуржоле а что и а боскву крему и лапа на мутарда вы на петель вот в общем мы попробовали это очень вкусно и вино замечательнее всего все всем приятного аппетита попробуйте приготовить такое блюдо это очень несложно достаточно просто сделать и правда вкусно приятного аппетита если к блюду добавить вот так гречневую кашу получится вполне себе русско-французская кухня вон аппетит к наш шеф не слышат я займусь критикой рецепта вот посмотрите сколько осталось тут еще есть на вторую порцию кролика но очень много соуса просто вот бульона много-много поэтому вино можно сократить вдвое то и втрое если вы не кушаете блюд с вином запросто можно заменить на овощной или куриный бульон все вот эти красивые жесты с приготовлением соуса в отдельной кастрюле они вообще ни о чем я бы посоветовала сделать следующее когда мы пассируем лук в конце добавите нарезанную кружочками или соломкой морковку и и хорошенько прогреть сливочным маслом или даже отдельно от лука уже прогреть потому что морковочка получается при таком способе приготовления жестковатый конечно потому что кислая среда для овощей дает вот такую жесткость если мы и спассируем предварительно то будет самый раз приготовление вина с травами отдельно она вообще тоже не обязательно можно совершенно спокойно все это поместил в эту кастрюльку и вместе кипятить если вы все-таки сделали вот у вас много вот так соуса получил вытащите кролика положите туда картошечку и сварить в этом соусе будет конечно ну очень вкусно и потом добавить уже кролика если не хотите картошку сельдерей морковку пастернак репку какие-то вот такие овощи точно также приготовить в этом бульоне будет но обалденно про горчицу берете емкость кладете туда кролика выдавливаете среднее количество горчицы лучше добавить чем это будет все лишнее и хорошенечко кролика там массируете сделайте это часа ну за полтора до начала приготовление тогда он еще и промаринуется почему мы делаем сметану с горчицей отдельно вот если сметану бухнуть вот в этот вот бульон она моментально свернется поэтому не рискуйте сделать отдельно кролик получается очень нежный ароматный рекомендую всем попробовать кролика также можно заменить на индейку и тоже будет очень даже неплохо но в целом рецепт интересный попробуйте желаю всем удачи приготовление и приятного всем аппетита увидимся пока пока